Всем привет! Продолжаем изучать спринг и продолжаем изучать транзакции. Напомню, что такое для начала транзакции, а потом поговорим о уровне изолированности транзакции. Транзакция это значит, что у нас есть некий код, который рассматривается как одно целое. Внутри этого кода мы можем делать множество запросов в базу данных. Мы можем делать каким-нибудь сервисом, внешним сервисом запросы. И если у нас какой-то участок крашится, мы можем откатить всю вот эту единицу работы в какое-то прежнее состояние. Рейлбеки, рейлбеки у баз данных, это, скажем так, сделает вам база данных, то есть откатывает. А вот как откатывать, скажем, какие-нибудь сервисы, это вам нужно будет самостоятельно сделать. Так, значит, что мы выяснили. Транзакция это у нас какая-то единица работы, какая-то атомарная единица работы, в которой мы можем делать, например, множество запросов в базу данных. Первый момент. Второй момент. У нас машины, современные машины многоядерные. Мы используем потоки по полной программе. И чем больше ядер, тем больше мы задействуем потоков для выполнения наших программ. То есть, что получается? Когда мы даже работаем с базой данных, мы задействуем тоже большое количество потоков. В частности, мы обычно используем пул потоков, который у нас предназначен специально для работы с базой данных. А что из этого следует? Что мы можем к одним и тем же данным, вот у нас в базе данных есть какая-то ячейка, и можем к ней обращаться из разных потоков. И здесь, здесь возникает некая проблема. Нам нужно эту ситуацию как-то обрабатывать. То есть, нам нужно ставить какие-то блокировки. Нам нужны какие-то уровни изолированности этих транзакций. Вот именно об этом мы сегодня и будем говорить. Итак, но для начала я хочу поговорить о проблемах, о проблемах, которые у нас возникнут, если мы не будем думать о том, как делать блокировки. Какие уровни изоляции нам нужны. Так, для начала давайте разберем проблему. Первую проблему это проблема грязного чтения. Что такое грязное чтение? Смотрите, вот у нас транзакция 1, вот у нас транзакция 2. Они выполняются у нас параллельно, параллельно. Смотрите, допустим, в транзакции 1 произошла некая выборка. Затем в транзакции 2 произошел апдейт, апдейт вот этой ячейки. То есть, ID 1. Видите, здесь 1, 1. Произошел некий апдейт. Потом в транзакции 1, мы снова читаем эту ячейку. Эту ячейку 1. Эту ячейку 1. Эту ячейку 1. Но транзакция 2-то у нас, она не завершилась. И теоретически может произойти откат. Может произойти откат. И в транзакции 1 мы можем работать с данными, с которыми мы бы не хотели работать. Нет, в принципе, у нас мы, может быть, и нас устроит работать с теми данными, которые в итоге не подтвердились еще. Но, как правило, нас это не устраивает. Как правило, нас это сильно-сильно не устраивает. То есть, грязное чтение. То есть, это получается некое грязное чтение. То есть, чтение, или по-русски, чтение неподтвержденных изменений. То есть, транзакция читает изменения, читает изменения, сделанные другой транзакцией, но которые еще не подтвердились. То есть, здесь проблема в том, что мы можем работать с данными, с некорректными. То есть, мы можем основывать свою программу, по сути дела, на неких некорректных данных. Так, это первая проблема. Вторая проблема – это неповторимое чтение. Неповторимое чтение. Смотрите, вот у нас снова две транзакции. Они выполняются, опять же, снова параллельно. Допустим, сперва, сперва у первой транзакции, да, мы снова делаем выборку, выборку по идее. Потом второй транзакции мы сделали, сделали апдейт и закомитили. И все, эта транзакция у нас завершилась. Эта транзакция у нас завершилась. Все, конец. То есть, мы внесли некие изменения в базу данных. А вот транзакция 1, она еще не завершилась. Допустим, мы в рамках одной транзакции, мы снова делаем запрос, точно такой же запрос, как и здесь. Но так как здесь сделали изменения, и они подтвердились. То есть, мы получим, мы получим некие новые данные, некие новые данные. То есть, проблема неповторимого чтения. Unrepeatable reads. Unrepeatable reads. То есть, транзакция дважды читает какой-то элемент данных, и каждый раз данные у нас в новом состоянии. В новом состоянии. Так. Последние изменения. Проблема, проблема... Проблема... Проблема последнего изменения. Ладно. Ммм... Не вижу тут картинки. Может, здесь есть? Ладно. Смотрите. Скажем так, особым случаем вот этого неповторимого чтения является проблема... Проблема последнего апдейта. Проблема последнего апдейта. Хотя, давайте я сейчас paint открою, paint открою и нарисую. Так. Вот, допустим, вот у нас есть транзакция A. Так. Есть какая-то ей параллельная транзакция. Так. Мы читаем... Смотрите. Мы читаем... Ой. То есть, мы из верхней транзакции читаем какие-то данные, да? Затем из нижней транзакции тоже читаем данные. Одну и ту же ячейку мы читаем. Одну и ту же ячейку мы читаем. Затем... 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 Затем мы делаем апдейт. Делаем апдейт. Апдейт. И завершаем. И завершаем работу. Так. Апдейт. Апдейт. И завершаем... И завершаем работу. Апдейт. И завершаем работу. Но... В принципе... В принципе... Нам ведь... Вот из нижней транзакции... Ничто не мешает сделать... Еще один апдейт. И вот... Это... Это проблема... Это проблема... Так называемого последнего изменения. Проблема последнего изменения. То есть... То есть... Вот... Те изменения... Которые... Вот... Несла у нас... Верхняя... Верхняя... Транзакция... Они... По сути дела... Ну... Они исчезают... Как будто их не было. Как будто их не было. То есть... Последнее изменение... Оно... Перезатирают... Перезатирают. Я напоминаю... Мы сейчас... Разбираем... Проблемы... Проблемы... Если... Мы не будем... Изолировать... Наши транзакции. Если мы не будем... Изолировать... Никаким образом... Наши транзакции. То есть... Мы не будем... Вставлять... Никаких блокировок. С чем мы можем... Столкнуться... Если мы этого... Делать... Не... Будем. То есть... Во-первых... У нас здесь... Грязное чтение. Неповторимое чтение. Особый случай... Неповторимого чтения... Это у нас... Проблема... Последнего апдейта. То есть... Вот... Проблема последнего апдейта. Что здесь плохо? А плохо в том, что... То есть... Хоть эта транзакция... И... Завершилась... И она корректно завершилась... Да? Но... У нас может быть... Вот... Юзер... Который... Вот... Той юзер... Хочет использовать данные... Актуальные... А не те... Которые он раньше использовал. И он хотел бы, чтобы... Допустим... Когда он здесь... Сделал там апдейт... Чтоб у него выскакивала ошибка. Что у него выскакивала ошибка. Что там уже... Ну... Кто-то... Кто-то сделал апдейт. Кто-то совершил апдейт. Помимо него. То есть... Можно... Поток программы наш таким образом составить... Что... Будет ошибка... И ему... Допустим... Какое-то новое диалоговое окно... Типа... С приложением... По новой пройти путь. По новой... Обработать данные. Так... И... Еще... Еще одним вариантом... Еще одним вариантом... Это у нас является так называемая... Счетная проблема... С которой мы столкнемся... Если не будем использовать уровни изоляции... Не будем пользоваться блокировкой... Из-за проблемы фантомного чтения. То есть смотрим... У нас снова, смотрите... Вот транзакция... И вот транзакция. То есть... Первый поток смотрим. Выбираем какие-то... Какой-то список юзеров, да? Затем... Во второй транзакции... Мы... Каким-то образом... Добавили вот здесь... Еще одного юзера. То есть мы, по сути дела... Расширили список. Потом мы... Делаем точно такой же запрос... С теми... Такими же параметрами. Но... Наш... Наш список... Он увеличится... Увеличится... Вот на данном примере. Но в принципе... Он мог и уменьшиться. И это... Проблема... Пантомного чтения. То есть... Мы делаем запросы дважды... Но получаем разные... Разные ответы. Потому что... В параллельной транзакции... Кто-то... В базу добавил... Новые данные. Новые данные. То есть... То есть... Вот такие... Существуют у нас... Четыре основные проблемы. Есть еще проблема... Так называемого... Потерянного... Потерянного обновления. Потерянного обновления. Это... Это... Смотрите... Есть две транзакции. Обе делают апдейт. И если... Одна из них фейлится... То все фейлится. То есть... То есть... Оба... Оба... Как это называется... Оба изменения... Оба изменения у нас теряются. Но такое происходит в системах, где... Многопоточность у вас не реализована. То есть параллельные транзакции, где не изолированы. Но в современных... В современных базах данных это не является проблемой. Это не является проблемой. Ладно. Здесь... Почитайте, почитайте. Ой, здесь все, кроме последнего, написано почему-то. Ладно. Вот в связи с этими проблемами, озвученными, да, нам базы данных предлагают решения в виде каких-то блокировок. В виде каких-то уровней изоляции. И вот они. Serializable, repeatable reads, repeat, read-commit, read-uncommitted. Мы сегодня рассмотрим самый низший уровень, самый низший уровень, низший уровень изоляции. Самый простой уровень, который даже особо и не используется. Используются другие уровни. Но в качестве практики и просто как все это дело на самом деле выглядит, посмотрим, посмотрим его. О чем он у нас? То есть, он у нас, смотрите. Чтение у нас это неподтвержденных данных. Чтение неподтвержденных данных. Ну и не зафиксировано. Read-uncommitted. Read-uncommitted. То есть, мы сможем читать, вот, допустим, вот, транзакция 1. Мы смогли бы прочитать эти данные и как-то их использовать дальше. Но, 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 но. Мы бы не смогли бы их апдейтить. Мы бы не смогли, вот, при таком вот потоке, мы бы их не смогли апдейтить. У нас будет выскакивать ошибка. У нас будет выскакивать ошибка. Еще раз повторю, смотрите. Что нам предоставляет уровень изоляции read-uncommitted. 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 То есть, грязное чтение у нас можно. Мы можем читать грязно, грязно. Но мы не можем, но мы не можем. То есть, вот, грязное чтение у нас, мы допускаем, что оно возможно. Хотя, в общем случае, это везде очень плохо. То есть, основывается на чтениях, на данных, которые не подтвердились. И, то есть, могут быть отброшены. В общем случае, это плохая практика. Поэтому, собственно, данный уровень изоляции read-uncommitted не используется. То есть, читать мы можем, но мы не сможем в данную ячейку записать, пока вот данная транзакция работает. То есть, мы могли бы записать только, если бы она завершила свою работу и закоммитилась. И лишь потом мы можем. Так. А теперь давайте к практику перейдем и посмотрим, как это дело выглядит в коде. Я уже написал очень простой проект. Давайте. Давайте. Вот у меня модель. Здесь из необычного только присутствует некое поле, version. Помечена анонтация версии. Которая пришла нам из Java Persistence. Из Java Persistence. То есть, есть еще спринговская, но мы используем джавовскую. Окей. То есть, name, author, number. Окей. Вот наша модель. У нас есть слой репозитория. У нас есть слой репозитория, в котором я добавил одну лишь функцию findByName. Этот слой репозиториев я использую в слое сервисов. В слое сервисов, где у меня для начала есть простая функция findAll. И есть более сложная функция, которую мы чуть больше разберем. Но в общем случае основная идея следующая. Она работает, во-первых, в режиме транзакции с уровнем изоляции readuncommitted. readuncommitted. И там мы достанем данные, согласно вот этой вот новому методу. И сделаем некие изменения. Кстати, я вот здесь использую джипа репозиторий, потому что там есть в полной такой метод saveAndFlash. То есть, save, когда вы используете save, на самом деле save происходит не моментально. А того, что вы написали save, это не значит, что сразу выполнлось. Если вы хотите сразу, вам нужно использовать saveAndFlash. Это очень похоже, как вы используете потоки ввода-вывода, то есть input-output. Там есть метод flash. Метод flash. И здесь нечто похожее. Ладно, о том, что здесь конкретно, что чуть позже поговорим. Дальше. Перейдем к контроллеру. Контроллер, в принципе, здесь ничего не особенного. Обычные пути. И я использую сервис для работы. То есть, здесь никакой логики. Всю логику мы вынесли в сервисы, в сервис. И это, собственно, вот то, что вы сейчас видите перед своими глазами, это традиционная архитектура. Когда у вас есть модель, у вас есть какой-то слой абстракции, который работает с базой данных, то есть только база данных, запросы делают. Это, то есть, вот мы используем Spring Data в виде репозитория, или раньше, раньше, и да и сейчас пишут некие объекты DAO. То есть, DAO, как расшифровывается? Data, Access, Object. То есть, некий объект, с помощью которого вы достаете данные, доступ к объектам. То есть, как он мог выглядеть, например. Как он мог выглядеть? Там какой-нибудь класс, например, LanguageObject. Вы в него внедряли какой-нибудь EntityManager, и потом создавали какой-нибудь метод Find, в котором используете вот этот EntityManager, чтобы сделать какое-нибудь действие. Вот таким образом. То есть, у вас был DAO, то есть Data Access Object, который работает исключительно с базой данных. Он ничего больше другого не имеет. Он умеет лишь выполнять простые, простые запросы в базу данных. Все. И... А этот DAO, DAO или репозитория, используется непосредственно в сервисах. В сервисах выполняется какая-то дополнительная обработка. Дополнительная обработка. Так. И напоследок, что я еще хочу сказать, что я все работаю с MySQL, и я в режиме тестирования, по сути дела, использую. Поэтому я здесь выставил Property Creator Drop. То есть, у нас создается, и при каждом запуске у меня будет создаваться, наполняться, дропаться данные, в базе данных. Ну и перед каждым запуском я еще выполняю, 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 сейв. Некий Pre-Populate делаю с помощью Command Liner. Окей. Ну и, собственно, давайте запустим и посмотрим начальные данные, и затем поговорим, собственно, вот об этом методе, непосредственно, что он делает. Так. Вот мой начальный список. Вот мой начальный список. Теперь я открыл два окна. Вот это у меня будет, скажем, транзакция 1, а это будет транзакция 2. Транзакция 2. Сперва я хочу протестировать грязное чтение. То есть, в транзакции 1 я сделаю запрос в базу данных, потом сделаю апдейт из нее. Сделаю апдейт из нее. Но эта транзакция у меня еще не завершилась. Она продолжает работать. И пока вот она работает, в этот момент я из транзакции 2. Сделаю запрос в базу данных. То есть, выну вот эти новые значения, которые еще не подтвердились. То есть, возможно, RALB. То есть, данные, которые занеслись в базу данных, они могут откатиться. Но. Но, 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 но. Поскольку мы выставили уровень изоляции read от committed, то я, то я, то я. Я смогу прочитать эти неподтвержденные данные. Эти неподтвержденные данные. Давайте увидим. То есть, смотрите. То есть, я буду. Я здесь, что делаю вот этим? Я. Здесь API. Name. Это статичное. 8. Это динамичный путь. Это время. Время ожидания. Время ожидания. И скала. Это имя объекта, который я. С которым я хочу работать. Окей. Давайте запустим. То есть. Раз. Два. Вот. Они у меня запустились. То есть, одна с ожиданием 5 секунд. 8. Произошла транзакция. Произошло сохранение. Транзакция 1. Она еще работает. Смотрите. Она работает. А из транзакции 2 я уже вынул данные. Вот. Они изменились на 21. На 21. То есть, транзакция 1 еще работает. Это я сделал из второй транзакции. Из второй транзакции. Вот этот вывод у меня пришел. И вот у меня она отработала. Окей. И теперь давайте по ходу пройдемся. Значит, смотрите, что здесь приходит. Name from. Это имя объекта. Скала. Давайте я открою контроллер. На всякий случай. Вот. Name from. То есть, вот. Name from. И long. Это время ожидания. Я время засыпаю специально, чтобы, ну, более явно было, чтобы было чуть проще, проще наблюдать за происходящим. Поэтому я буду использовать вот такие захардкоженные секунды, чтобы заснуть. Окей. Ладно. Давайте возвращаемся к нашему коду. То есть, вот передаю name. Name. Здесь я сделаю просто... Вот эта строчка, что у меня... Я начал работу, скажем так. Затем я подготавливаю, подготавливаю общую переменную, которую я буду отдавать. Я же здесь отдаю. То есть, не керезал. Затем. Затем, затем. У меня есть два if. Два if. Первый if для первой транзакции. Я здесь захардкодил. Вот. 5x, 5x. Ой, 5l. То есть, вот эти вот 5. То есть, вот эта транзакция, которая здесь выполняется, она пойдет вот в эту ветку. Вот в этой ветке будет пользоваться у меня вот эта транзакция. То есть, другой поток. То есть, что здесь происходит? Смотрите. Первым действием, первым действием я вытягиваю данные. То есть, вот эту транзакцию я вытягиваю данные. Вытянул, да? Затем я засыпаю. Затем, после того, как проснусь, вот эти засыпания сделал, чтобы все быстро не срабатывало, чтобы я мог спокойно наблюдать за происходящим. Затем я пытаюсь изменить number, 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 number. Я напомню на всякий случай, что изначально у меня number был 10, а изменился он на 21. Вот, я здесь 11 добрый. И с помощью репозитория я сохраняю, сохраняю вот language. Language. Только я использую метод say and flash, чтобы у меня сразу шло в базу данных, а не тормозилось. И затем я опять делаю логирование, вот save. И затем, затем, после всего, я засыпаю на продолжительный промежуток времени, чтобы у меня транзакция моя продолжала работать. Чтобы моя вот эта первая транзакция продолжала работать. Тем временем, тем временем, вот этот вызов у меня, скажем так, параллельную транзакцию выполняет. Некую транзакцию 2 я ее буду называть. Здесь что происходит? Снова логирование. То есть, вот она. Что даже, она у меня изначально на 8 секунд здесь будет использоваться слип. Окей. Здесь снова она возьмет result. И она пойдет не вот в этот if, для нее предназначен вот этот if. Здесь я снова засыпаю. Засыпаю. Ага. То есть, я заснул здесь на продолжительный промежуток времени. Здесь все одно и то же, потому что я здесь копипастил, поэтому здесь двойной слип. Окей, ладно. Здесь самое главное, я засыпаю на продолжительный промежуток времени. И жду пока вот здесь вот, в первой транзакции, а у меня совершится, совершится апдейт. Совершится апдейт. И затем, затем, я читаю, я читаю, то есть, я вывожу, я вывожу данные. То есть, вот, я вывожу данные. Вот эта строчка. Я вывожу данные. То есть, я читаю неподтвержденные данные. Ладно, ошибка, все равно. Я читаю неподтвержденные данные. В принципе, их можно даже использовать, но вообще это плохая практика. Основывать свой код на тех данных, которые не подтвердились. К слову, вот этот уровень изоляции практически никогда не используется, а используется read-committed. Окей. Ладно. То есть, читать неподтвержденные данные мы можем. Теперь я хочу продемонстрировать, что произойдет, если мы захотим, если мы захотим сделать апдейт. Сделать апдейт вот этих неподтвержденных данных. То есть, в первой транзакции произойдет апдейт. И я хочу вот этот апдейт, который сделал первую транзакцию, сделать над ним еще один апдейт. То есть, я хочу сделать переапдейт. Переапдейт. Но сделать я это не смогу благодаря уровню read-uncommitted. То есть, read-uncommitted, еще раз давайте я повторю. Это мы можем читать неподтвержденные данные, но мы не можем сохранить изменения изменения в ту ячейку, в ту ячейку, в которую сделала другая транзакция, какие-то изменения, но та транзакция еще не закончила свою работу. Так, я здесь раскомментировал, что здесь происходит. Я здесь достаю данные, засыпаю, пытаюсь апдейтить, пытаюсь апдейтить, пытаюсь апдейтить эти данные и записать базу данных. Базу данных. Но у меня к этому моменту, вот когда я захочу, у меня в базе данных будут неподтвержденные, у меня в базе данных будут неподтвержденные данные из первой транзакции. из первой транзакции, поэтому у меня произойдет ошибка. Давайте посмотрим. Так, обновлю. Так, отлично, зашел. И давайте... То есть это первая транзакция, это вторая транзакция. Поехали. Поехали. Так, вот произошел сейв. Транзакция работает. Здесь будет попытка сделать апдейт над апдейтом, но у нас будет ошибка. Вот она у нас вылезла. Это ошибка. И давайте прочитаем ее. Сейчас завершить свою работу первая транзакция. Вот она завершилась. Может даже посмотреть, что базу данных у нас реально все. Но вторая транзакция у нас ошибка. И эту ошибку нужно будет, конечно же, потом обрабатывать обязательно. Если у нас такой код. Ну, давайте прочитаем. Смотрим. Оптимистичный locking fail. Оптимистичная блокировка зафейлилась. То есть внутренняя ошибка. То есть строка апдейтченной или делита из другой транзакции была попытка. Вернее, строка была апдейтченной и из другой транзакции мы пытались сделать апдейт. Теперь напоследок я хотел бы поговорить о вот об этом поле version. То есть каким образом вообще, зачем оно нам нужно. Смотрите. Мы сперва достаем данные. Когда первый раз мы достаем данные, у нас у каждого поля будет версия. То есть в рамках транзакции мы достали юзера и у него есть поле версии. Затем, когда мы захотим сохранить базу данных, у нас будет происходить сравнение версии. Это похоже на compare and swap. Ну, какое-то вот такое вот. Похоже вот на что-то такое. То есть что здесь происходит? Еще раз. Мы вот достали данные, к нам пришло поле версии. Мы же потом работаем, работаем, работаем. А затем мы их, допустим, хотим сохранить. Вот мы поработали с свечей, мы хотим сохранить базу данных. И чтобы убедиться, что работали только мы, только мы, и что никто больше не сделал апдейтов, мы сравниваем нашу версию с версией, которая у нас в базе данных. И если они равны, то тогда мы сохраняем базу данных. А если не равны, то не сохраняем. Вот именно вот по этой причине у нас выскакивала ошибка. Вот смотрите. Мы вот вторую, когда мы запускали вторую транзакцию, что мы взяли language, и там было значение 0, 0, 0, 0. Изначально это 0. Затем транзакции номер 1 занесли изменения в базу данных успешно. Успешно, да? И изменили там значение на единичку. Затем, когда я хочу вот во второй транзакции тоже сохранить, но здесь-то у меня, здесь-то у меня, вот у этого language, во второй транзакции, у меня-то значение значение версии 0, значение версии 0. К слову, вот здесь, у вас сеттера, у сеттера, вот у этого поля быть не должно быть, как и у сеттера не должно быть у ID. По-хорошему. Вы не должны иметь возможность переназначать. Ладно. то есть вы здесь сравнивайте. Здесь 0 было бы, да? Когда мы первый раз достали. Затем, когда мы пытаемся сохранить, там уже значение 1. То есть, 1 не равно 0, естественно, да? И поэтому у нас выскакивает, выскакивает вот эта вот ошибка, некая оптимистическая блокинг файл. Оптимистический блокинг файл. Вот про данные блокировки я вам предлагаю самостоятельно прочитать. Найдите в Википедии блокировка с УБД и почитать про пессимистическую блокировку и оптимистическую блокировку. То есть, вот здесь смотрите. Обычно используется номинование version и целочисленный тип с начальным значением 0. Что, собственно, я вот с помощью вот этого поля и сделал. Вот таким образом осуществляется уровень изоляции. Уровень изоляции. Read and commit. Ага. read and commit. Напоследок я хотел бы вам еще показать, что где вы можете подчеркнуть некие знания по данной проблематике. Я сижу например на степике и там иногда бывают весьма интересные интересные курсы. И в частности я вам предлагаю пройти или как минимум просто посмотреть лекции лекции погружения в СУПД и вот нас вот этого тематика интересует. Тематика уровня изоляции транзакции. В принципе как он рассказывает мне в целом очень импонирует все по делу особо без воды забавные примеры так что да рекомендую и вот здесь то что мы вот разбираем если вы особо не въехали что зачем и как то в принципе я рекомендую сам я еще не посмотрел но я до этого некоторые вещи посмотрел мне понравились примеры здесь хотите решайте хотите не решайте это не важно я например главным образом для теории использую ну и еще я здесь хочу сказать что данный курс он про революционные базы данных в целом да то есть если вы с ними плохо знакомы вы можете получить какое-то первое хорошее представление основные моменты и а дальше дальше просто будете смотреть от конкретной базы данных еще я бы хотел подчеркнуть такую вещь смотрите h2 read uncommitted transaction doesn't read uncommitted changes made by another transaction то есть к сожалению вот эти уровни изоляции они не каждая база данных эффективно их эффективно их использует так что имейте ввиду то есть если вы скажем так получили какое-то какое-то поведение которое вы не совсем ожидали то возможно ваша база данных даже это дело не поддерживает или там какой-нибудь есть баг имейте это ввиду пожалуй я на сегодня закончу в следующий раз мы поговорим уже о тех уровнях изоляции которые непосредственно используются главным образом главным образом используются окей изучайте спринг see you next time